всем привет вопрос был что у вас тут за карта такая интересная была в начале фильма но это google планета вот она вот вы ее можете набрать в интернете скачать эту программу она бесплатная и установить ее когда вы ее запустите то вот у вас вот такой глобус появится красивенький вот и на нем можно много чего делать можно много смотреть вот вы мышку крутите и вот так и прибавляете вот все увеличение больше 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 так тут этих фотографий много уберем вот тут есть такая штучка вот фотографии вот эту галочку берешь все они исчезнут иначе тут все поналяпано будет ну вот вот я свой город беру тут и набираю вот так вот смотрю вот пожалуйста дома все тут видно вот и все тут и нашу реку видно вот одна река река оса другой стороны вот река томи вот пожалуйста мосты все эти видать вот тут у нас озера значит что можно делать вот можно увеличивать вот так и очень даже подробно разглядывать по крайней мере все вот эти дороги все все здесь видно вот ну правда рыбных мест тут не видать вот так чтоб рыбак сидел тут вот но если вам захотелось например узнать сколько нужно проехать откуда-то докуда там вот тут берем вот линейка есть линейку эту взяли и нажали путь тут можно в километрах милях ложи в сажениях в общем в чем угодно вершках и так далее мерить в любом виде измерения вон и сколько тут фото ярды мили морские мили так ладно мы будем в километрах мерить вот примеру нам нужно замерить вот отсюда вот тут мы приехали оттуда свернули вот и нам нужно узнать сколько это будет чтоб сюда попасть вот мы так нажимаем пускаем следующую точку нажимаем вот так ну что она не срабатывает вот и вот так вот и понеслась так ну ладно вам понятно теперь смотрим сколько же сколько же мы что тут намерили вот километр 870 метров ясно да теперь очистить очищаем все значит мы можем вот так вот замерить вот можем просто вот так взять вот размашисто линию линию вот например это озеро отсюда и например ударить точки сколько она будет а вот два километра 130 метров вот такое вот озеро у нас тут есть так понятно все убрали так теперь дальше что мы тут еще можем вы знаете много чем можем много вот вот мышку крутим удаляем 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 вот теперь нам например нужно наши нас тут горы такие есть поднебесные зубьи называется вот где мы тут это ходили вот тут лужба есть вот она лужба вот нам охота посмотреть что тут есть вот с горы эти наши так приближаем их приближаем так чтобы сразу по-быстрому приблизить мы их сначала удалим вот так вот допустим вот это вот у нас тальковый карьер вот она вот он это белое это все тальк можно прямо брать и это всякие там резиновые изделия засыпать лодка например или что там экскаватором прям грузили его вот вот приют туристический дальше смотрим вот еще один приют снежный барс называется вот так дальше поглядим чего у нас тут вот ну в общем короче вот берем и ложим ее ложим вот видите как вот она вот как она вот есть вот вот так вот захотелось нам на ту сторону горы посмотреть что же там есть то вот пожалуйста вот потом вот эту берем вот так вот раз и разворачиваем вот вот мы смотрим что тут с этой стороны горы есть у нас есть там озеро или чего-то такое вот наш этот река козыр вот так а это у нас черт вот так вот так берем и поворачиваем как нам привычнее быть видно так это большой козырь впадает так ну в общем вот так товарищи вот все это дело делается все это элементарно просто теперь так нам нужно какую-то точку узнать географическую широту долготу вот видите внизу тут вот они широта долгота вот куда мы вот эту пятерню поставим вот и как раз вот это значение там и будет вот например вот этот водопад там надо вот смотрим чё там она вот так а вот эта . вон она на координат теперь высота над уровнем моря вот этот место вот это высота над уровнем моря четыреста девять метров а вот на эту гору мы если поднимемся она будет 821 метр над уровнем моря там видно же вот теперь так с какой высоты вообще мы на это дело смотрим с высоты обзор с высоты два километра вот вот можем его взять и с высоты вот три километра восемьсот девяносто метров понятно да так что все очень просто теперь так все это хорошо все это хорошо вот но нас интересует например допустим что что нас интересует так вот гранд каньон например нас интересует в точно вот в америке где колорадо речка такая течёть вот как один мужик говорит всю жизнь мечтал посмотреть гранд каньон потом когда мне вот эта программа досталась я его говорит весь весь облазил и вдоль и поперёк я говорит вот так изучил что теперь говорит мне туда ну никак не хочется потому что я в натуре и вот так не увижу как как я его увидел на этой ну вот остров например так развернем маленечко вот так вот вот каньон гранд каньон и вот по нему пошли так пошли мы пошли вот он вот течение куда течет вот видно же вот тут вот еще чего-то впадает какая-то речушечка вот она прорезала тут вот ну ладно так что тут никаких поселков ничего нет у них вот каменюки отдельные даже видать так а тут чё о на лодке плывут о товарищи они вон чё катаются тут оказывается о на резинке плывут о рыбак ага ну классно в гранд каньоне оказывается можно на резинке плавать о двое плывут две лодки ну да так вон а тут уже какое-то суденышко какое-то побольше так ну в общем так вот товарищи ладно смотрим что мы тут еще можем статуя Христа Искупителя вот он там что-то искупил он этот Христос то посмотрим как он там это искупил вот так ну и где он тут сейчас загрузится он мгновенно же не загружается так это мы можем закрыть так ладно ищем ищем ладно загружайся загружайся давай загружайся так удаляем а вот он вот он вот он вот он рио-де-жанейро вот вот пожалуйста мы его посмотрели можем повернуть вот так вот ну высоко стоит так вот замерим его высоту вот значит семьсот семь метров над уровнем моря а сам по себе он какой-то длины длины он у нас будет вот так от этой точки и до макушки так что-то не срабатывало путь что ли сделать опа ну не хотите оно что-то меряется да не удается его замерить переход с помощью мыши ну ладно а чё это оно так так ну в общем ладно посмотрели мы на него полюбовались вот на нашего этого искупителя так Эйфелеву башню давайте-ка посмотрим так ладно Париж 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 полетели на Эйфелеву башню мужик такой Эйфель был вот он взял её и сделал долго он их ковал молотком эту башню и вот он её выковал вот она вот такая вот она эта башня вот в честь выставки была открыта вот мы её можем хоть удалить хоть приблизить а вот сейчас мы если вот тут фотографии нашлёпаем ой чё будет-то вот тут фотографии нажимаем вот раз вот смотрите она сейчас вся вся фотография будет и мы её можем ой ой сколько их много вот например берём эту фотографию открываем вот так раз о так и в другую сторону значит смотрим так понятно тогда вот эту открываем ну во и тут тоже значит не то значит вот тут фотографии будем открывать вот она башня это так тут открываем теперь так если по ней щёлкнуть то фотография будет большая вот а если хотите вы можете её скачать себе но мне её не надо задаром вот вот тут вы можете набрать что вам хочется вот что вам хочется так остров Мауи Гавайи ну-ка посмотрим где они у нас там на Гавайи остров Мауи когда-то я в эфире работал у меня карточка оттуда есть связи с ними проводил так значит вот тут вулкан у них вот он потухший конечно вот если охота фотографии посмотреть пожалуйста можно более подробно вот ну всякие там эти как у них там выглядит так вот теперь так насколько Каулуи вот как раз с этим городом у меня связь есть вот была так берем приближаем и вот так вот смотрим вот видите как ну людишек не видать не не видать людишек может лучше приглядеться может и видно будет где-нибудь где-нибудь там вот ну вот вот так вот так тут у них это хлам всякий навален вот тут тоже что-то все загорожено у них как-то так ненормально ну ладно вот а где-то тут у них еще авианосец был стоял так о о вот как раз сейчас вот в этом корабле о принцесса не прочитать нет можно прочитать Америка нет тут похоже вот ну вот где там это самое они там эти больные то все видим зараженные то ну тут похоже может где-то и есть как раз он когда там стоял ну ладно вот тут где-то тут где-то этот самый линкор в Миссури стоит я его тогда видел замерял даже пушки какие длиной 11 метров пушки у него вот в ихнем в этом в корабле так а вот этот аэродром вот вот один самолетик вот он он или взлетает или наоборот садится а вот он в воздухе находится вот его видно о вот эти вот этих пассажиров грузят вот эти тоже стоят вот это все понятно так ну в общем вот так товарищи значит тут еще что можно тут можно вот что взять например и карту открыть вот сейчас мы если откроем тогда это закроется будет развернутая карта потом можно здесь посмотреть вам хочется например узнать вот ну в данный момент как ночь день или что там вот мы сейчас ее так убираем 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 ночь там ночь вот вот видите где день а где ночь вот это исходя из того какое время у вас и какая дата значит вот она значит соответственно вот где ночное время где дневное вот ну вот у нас сейчас уже ночное время это у нас же 9 часов уже полдесятого вот это понятно теперь так вы захотели летать на луну ну вот охота вам сильно сильно так на небо можно посмотреть ладно вот на луну мы полетели полетели мы на луну вот она так только не надо нам освещение вот такое вот как-то ее убрать а во вот так ее вот 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 она луна вот как тут не смотри на нее вот а не видно этой посадочной ступени то где там американцы садились так что туфта это полная никуда они не летали на луну вот в жизнь я ой вот в жизнь не поверю что они туда летали вот доводов много любого могу это самое доказать так ну тут у них что всякие там кратеры там то да сё вот притом она вот это глобус этот его залепляли новыми картами как что-нибудь нафотают там вот новую наклеивают новую поэтому она вся вот таких в блямбах вот там разное разрешение но разрешение какое вот сейчас вот эту приблизим ага вот разрешение как раз такого и нету она потерялась вот так обратную сторону сейчас мы посмотрим вот там эти лунатики рукой помашут о где там лунатики то вот это тут не знаю что вот это не знаю что вот ну вот она это подробно и сильно но этих лунатиков не видать попрятались они все все эти лунатики то вот так ну ладно нам на луну на эту начхать глубоко что тут еще у нас есть есть у нас марс сейчас загрузится марс вот и мы можем на марс слетать вот тоже вот все кратеры вот ну тоже мурсиане тут нам ручкой не помашут ну чё ж поделаешь еще тут есть у нас товарищи небо вот небо вот ну тут с ней надо разбираться разбираться вот сколько тут этих звезд всяких туманностей там ой 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 ух вот вот удаляем ее вот и тут будет уже большая медведица малая гончие псы в общем тут нам это ничего не понять нам это не надо вот в общем мы землю свою родим вернемся так потом значит что тут есть еще вот как так ну это я показал как это находится вот основная база данных так дороги фотографии галерея вот ну в общем ну и все что тут еще любоваться то вот и тут вот эти глубины всякие там все вот они по цвету выделенные вот поэтому вы можете вот весь так сказать это изучать долго 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 изучать весь земной шар вот вот например вот тут вот захотели бы посмотреть как же тут этот гибралтарский пролив устроен вот чего тут и есть в нем ну замерить расстояние какое там у него путь линия так 15 километров 900 метров ширина ширина его так что тут у них это укрепления какие вот у них тут остров такой во сколько укреплений тут у них эти самые всякие пушки там и все такое ну что-то не видать их вот казармы так посмотрим фотографии ну вот вот пушка пожалуйста вон она какая красивая как она размалеванная это чтоб никто не подумал вон они бастионы их о цветные цветные пушки так ну ладно все это понятно все понятно вот тут дорога к ним туда идет вот тут похоже мелко у них раз у них там даже дно видать так ну в общем ладно товарищи я вам тут маленький обзор сделал тут много есть еще чего тут инструменты разные там и все такое линейки там вот и все вот ну вот ладно карту вот сейчас мы ее откроем в общем короче берете ее устанавливаете вот эту программку эту вот и будете тут ходить по ней путешествовать все разглядывать всякие города изучать и все вот и все что там хочется так это где а вот где мы сейчас только что были вот это все тут есть вот ну ладно нам это не надо удаляем 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 парк натураль дель эстричо во так сейчас она карта туда откроется загрузится так ладно выключаю я все больше тут смотреть нечего в общем спасибо вам за просмотр вот я думаю обзор я вам тут показал и все теперь вы ей будете пользоваться и будет вам тут это все очень наглядно и доступно и где и чем вот все все весь ваш земной шар изучите теперь а тут где-то пирамиды египетские их тоже видать было и сфинкса тоже видать было тут просто надо знать где искать где искать а вот советский канал я все время думал какие у них там шлюзы а у них никаких шлюзов нету там просто заплыл и походу и пошел 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 вот и никаких там шлюзов у них нету так 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 вот вот красного моря и понеслась вот без всяких сейчас загрузится там видно будет так ну ладно не буду я задерживать этим делом всего хорошего вам спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал я что-нибудь еще вам покажу что-нибудь